День Воли 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 И какие-то люди, скорее всего, я так понял, это была, возможно, транспортировка какой-нибудь заключённого или какой-нибудь ценный груз, я так и не рассмотрел в темноте. Потом, дальше, на следовании нашего пути, мы снова встретили автозак и автобус. Также там стояли люди в бронежилетах с дубинками, и у одного была даже собака. Скорее всего, там, видно, выгружали. Вот это то, что везли. Кажется, ну, ничего особенного, однако, есть такая народная примета. Если по пути на День Боли ты встречаешь автозак, то это как бы немножко не к добру. В общем, где-то в 5-10 мы уже были на вокзале в Минске. Времени до начала оставалось ещё огромное уйма. Я решил вначале побродить по городу, осмотреться, куда-нибудь сходить, но, к сожалению, даже в столице практически всё было закрыто в такое время, и пойти было особо некуда. Я решил просто погулять по улицам, до начала событий подождать, ну и, конечно, поснимать. Сделал снимки. Где-то примерно в половину седьмого я пришёл на Якуба Колос, чтобы осмотреться. Всё было тихо, темно и красиво. Так, зараз у нас из пятнадцати семь ранницы, я нахожусь на площади Якуба Колоса и буду шикарить. Скорее, почти не собираться тут народ. Ничего, так сказать, не предвещало беды. Потом я ещё долго окружил по близлежащим окрестностям, осматривал, так сказать, окрестности, делал фото и даже небольшие видео для себя. Я пользовался в основном, конечно, телефоном и обычной мыльницей. Зеркалку я берёг для того, чтобы поснимать самое основное действие. Я планировал так, что шествие пройдёт успешно. Людей соберётся немного, но в честь всё-таки большого праздника сильно задерживать не будут. И мы дойдём-таки до концерта. Понадобится поснимать и концерт тоже. Поэтому я старался беречь энергию и, по возможности, пользовался мыльницей. Кстати, все фото сделаны именно на мыльнице. Итак, я обратил по окрестностям, кружил и уже где-то в семь часов после семьи заметил, что начала появляться милиция. Сначала появились гаишники, которые примерно в районе между семью и восьми часами оцепили всё по углам с четырёх сторон. Также они стояли за концертной залой. Потом стали появляться после восьми часов и курсировать по кругу. Потом стали появляться и курсировать по кругу милицейские автомобили. Они ездили по кругу вокруг Якуба Колоса, не останавливались обычно, проезжали, видно, смотрели за тем, что происходит. Людей там практически не было. Несколько посторонних человек ходили и осматривали достопримечательности. Возможно, у кого-то были назначены встречи. Им повезло, поскольку мероприятие ещё не началось. Тем же, кто задержался там дольше, повезло меньше. Значит так. Потом, где-то в районе девяти часов, стали появляться автозаки. Они колесили также сначала вокруг площади, но потом уже к десяти часам стали останавливаться и занимать положенные позиции. Также я видел множество всяких различных других машин. Какая-то белая машина с чем-то наподобие рупоров, мегафонов, непонятно чего. Также проезжала какая-то синяя странная машина с чем-то наподобие антенны наверху. Возможно, это какая-то мобильная глушилка или что-то в этом роде. Кстати, глушение потом использовали. Глушение сигналов. Значит, первые активисты, ну как я заметил, их разобрать, так сказать, трудно было. Люди особо себя не выделяли. Стали появляться где-то, может быть, после одиннадцати часов. Примерно в половине стали появляться первые корреспонденты. Фото и видео. Операторы начали распаковывать своё оборудование и готовиться к мероприятию. На мой вопрос, почему так мало людей пока? Один из корреспондентов пошутил, что, мол, революции загодя не делаются. Ну, вот, наконец-таки время подошло к двенадцати. Пора начинать мероприятие. Народ немножко собрался. В принципе, так, народа не густо. Корреспондентов, я думаю, было не меньше, а то и больше, чем участников самого шествия. Которое, кстати, так и не состоялось. Ну да, я забегаю наперёд. В общем, по площади примерно так же с девяти часов начали ходить активно тихари. Ходить и наблюдать за ситуацией. Их, кстати, было тоже большое количество. Я насчитал, ну, не меньше, наверное, шести, может быть, семи, которые присутствовали там. А может быть и больше. Трудно было опознать точно. Но меня никто не брал. Больше всего я опасался того, что меня возьмут ещё до начала мероприятий. Однако, они как-то не предпринимали никаких активных действий. Двенадцать часов начался весь экшен. Сразу же вывалил ОМОН, как только началось мероприятие. И пошёл осматривать, так сказать, окрестности. Подходить ко всем прохожим людям. Некоторые потом говорили, что им предлагали по-быстрому валить отсюда по-хорошему. У кого-то спрашивали документы. Кого-то сразу забирали. Спрашивали, кто они что здесь делают и тому подобное. Всех людей, которые сидели на лавочках, стояли вокруг. Продолжение следует... Но как-то выборочно. Сначала одних, других, третьих. Я выглядел как корреспондент, поэтому меня долгое время не брали. Продолжение следует... Началась полная сутолка. Люди перебегали от одного места к другому, перекатываясь, буквально переболзая друг через друга. То там какой-то активист достал плакат. Все тут же кинулись туда. Протягиваются дохлопа. Два задних людей подрабатывают другие. Мы должны снять, чтобы не было. Мы сейчас закрываем человека, который там открывает плакат. Стояло 2 часа. Задано для его направления. Крапливаем горе. Спасибо. Продолжение следует. Здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok Зэки стоят неделями, возле Саткевича стояли, охраняли Они здесь с самого утра уже, с 7 часов все оцепили вокруг Так возле Саткевича, он это сам, сын говорил, сколько, 5 дней или неделю стояли там, охраняли Вот где народные деньги, правильно, а пенсию вот добавит, тварь эта цыганская Обступают, его со всех сторон, тычут камерами, в общем даже не пробиться Всем нужны горячие материалы и сенсации Потом, в другом месте кто-нибудь так же начинает что-то говорить И люди сбегаются туда Тут ОМОН кого-то выхватил из толпы и повел к автозакам Все тут же бегут толпой к автозаку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чтобы услышать последние слова задержанного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Люди, на большинстве с вами говорили какие-нибудь лозунги перед задержанием Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Можно его потянуть, только что у дяди цинка со стежком. Можно только его потянуть. Ну, стадики, подираться надо будет анекдотичных или его потянуть. И так происходило примерно около часа, с 12 до часа. В это время ОМОН рыскал по площади, выискивал выборочно жертвы и забирал их в автозаки. Один автозак набит и уехал второй также. Сегодня вышли праздник. Зачем арестовывать людей? Зачем забирать? Нет, у нас диктатура самая настоящая. У нас нету ни свободы, ни слова. Я не знаю, сколько автозаков забили, однако уже где-то без 15-ти час, то есть практически в самом конце, добрались и до меня. Это выглядело так. Я находился недалеко возле одного из автозаков, когда туда вели человека. ОМОНовцы бродили, обычно не замечая меня. И тут один из них взглянул на меня и, видно, что-то заподозрил. Они мне сказали, вы что здесь снимаете? Вы корреспондент? Ну, у меня не было бэджей, собственно. Желания особого выдавать себя за кого-то не было, я прямо сказал, что нет. Тогда они сказали мне настоятельно проследовать с ними. Завели в автозак, посадили в небольшую такую каморку трехместную, где уже был один человек, и потом после меня еще одного задержали. Кого-то еще, видно, сажали в другое место автозака, в другую каморку. Через минут 5-10 мы тронулись и поехали в неизвестном направлении. Было темно и ничего не видно, поэтому записывать видео нет особого смысла, но я записал аудио. Послушайте его. В общем, так, такие дела. Время около половины первого. Меня задержали, как и многих других участников сегодняшней акции. Сейчас мы находимся в автозаке. Снимать я не вижу смысла, поскольку здесь достаточно темно. И картинка здесь совсем неприятная. Со мной рядом еще два человека. С Гродно. Один говорит, что С Гродно, а вы скажите... Менчанин. Менчанин. Нас задержали, в принципе, не за что. Я сам видел, как задерживали людей. Задерживали всех. Но вначале я обратил внимание на одну особенность. Прессу, по-видимому, им дал приказ не трогать. Поэтому аккредитованных корреспондентов я не видел, чтобы забирали. Всех простых участников хватали, вычисляли и хватали сразу же. Я был задержан, когда меня спросил один из сотрудников ОМОНа, являюсь ли я корреспондентом. И я ответил, что нет. После этого он сказал мне проследовать в автозак. И в данный момент я нахожусь здесь. Итак, нас вывели из автозака и завели какое-то здание. Здание оказалось похоже на обычный школьный спортзал. Это, видимо, был спортзал РОВД. В последствии кто-то сказал, что, возможно, это Первомайский РОВД Минска. Там у нас сняли паспортные данные. То есть, ну, мы должны были представиться, сказать фамилию, имя, город, откуда там приехали, все такое. Все, кто отметился, садились на скамейку. В одном конце стены милиция сидела несколько человек-милиционеров с другой стороны. Хочу отметить, что, несмотря на то, что Хапон был лютый, никакой жестокости наподобие того, что происходило в 2017 году, я не наблюдал. То есть, людей, которые не хотели, упирались идти. Их, конечно, тащили туда силой. Но я не видел такого, чтобы били, волокли по земле или там били дубинками, как в 2017 году. Да и не было ОМОНовцев в броне. Они были в обычной самой форме. Без масок, без шлемов. Только в автозаках, которые сидели, те были хорошо защищены. Мы так сидели, сидели, сидели. Потом начали вызывать людей по одному, по два, по три. Нас так набилось где-то около 30 человек. После нас привезли еще, по-моему, одну или две партии. То есть, это уже самое последнее. Последними привезли двух девочек центра весна. Для того, чтобы, ну, на случай, если нам выпишут штрафы или что-то нарушат наши права, чтобы защищаться. Что, кстати, очень-очень неплохо подняло дух. Мы сидели в неопределенности, не зная, собственно, что будет дальше. И тут где-то через часа три-три с половиной, может быть, четыре после того, как меня доставили. Людям уже просто надоело сидеть. И мы решили встать и дружно сказать функционерам, чтобы они либо уже отпускали нас, либо составляли протокол. Потому что сколько можно тут держать? Составляйте протокол и все. Но они ответили, что отпустить нас не могут, а составлять протокол им не за что. То есть, по сути, мы находились там без всяких причин. Причин никаких нам не объяснили. То есть, был приказ всех взять и изолировать там. И вот мы сидели-сидели, потом стали людей отпускать. Меня отпустили уже предпоследним. После меня остался только этот знаменитый профессор. Тот самый, да, который попал на фоторадиус свободы в прошлом году. С палочкой, которого волокли несколько омоновцев. Он был и в этот раз. Активно выражал свою гражданскую позицию. Держался молодцом, дедушка. Ему, конечно, за это большой респект. Как очередь дошла до меня, минуты сказали, а чей это там фотоаппарат? Ну, я сказал, что мой. И они заставили меня показать им все видео, снятые там. Лично отсматривали и выбирали, какие видео удалить. Естественно, самые хорошие, ништяковые пришлось удалить. Но, слава богу, некоторые оставили. То есть, одно видео он посмотрел и сказал, это можешь оставить. Потом, на счастье, они отворачивались, разговаривали. И мне удалось пролистать еще парочку видео. И другое, потом он тоже посмотрел и сказал, это можешь оставить. А потом я прокрутил и сказал, ну, вот это ж мы уже видели, это видели. И он сказал, ладно, все. Ну, и все, меня отвели по коридору. По пути я задал вопрос сотруднику милиции, что, ну, а как, что дальше, протокол там заставили. И что он, он мне сказал на это очень интересную вещь. А зачем составлять протокол? Вы законопослушный гражданин. То есть, как бы, ну, 4-5 часов я провел в РОВД ни за что. И даже никаких претензий предъявить нельзя. То есть, нас как бы задержали, но нас не задержали. Понимаете, да, какая хитрость? Когда я вышел, посмотрел на часы. Было уже 4 часа. Поначалу я подумал, сходите на концерт. Но потом понял, что, находясь, собственно, уже на ногах почти сутки. Ну, проснулся-то я уже сутки назад. Было бы неразумно это делать. Поскольку мне еще надо вернуться назад. Мне нужно 3,5 часа ехать на поезде опять. А когда он там будет и как? То есть, ну, хотелось приехать все-таки пораньше. Поэтому я решил, поскольку настроение было уже испорчено, так и ехать домой. Ну, вот как-то так. В общем, всем удачи. Живи, Беларусь. Подписываемся на канал, если хотите дальше интересных событий. У меня еще много планов. Так что остаемся с нами, ставим лайк и делимся видео с друзьями.